Ужасные времена. Следующий год станет годом двухзначных ставок. Доллар будет стоить 150-200. Повально банкротирует компании. Все-таки не везет. Вырастет налоговая нагрузка, падение спроса. Нет рабочих рук. Кто слабый, умрет. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. Доллар на этой неделе стал стоить меньше 100 рублей. Недавно Центробанк поднял опять ключевую ставку. Теперь 15 процентов. Получается УЦБ получилось укрепить рубль? УЦБ не получилось, но получилось у правительства и у президента Путина. Путин взял и подписал указ о возврате валютной выручки. Вот как только за нефть, газ и за что там еще. Получил крупный экспортер выручку, должен ее перевести на биржу и продать. Ну это тут же как развернуло курсовой коридор. Точка. Организованная группа лиц в составе Центрального банка, президента Российской Федерации Путина и правительства сделали так, что доллар стал стоить меньше 100 рублей. Это ненадолго. В общем-то уже в следующем году доллар будет стоить далеко за 120. Поэтому, ребят, смотри выпуск до конца, бери алгоритмы и действуй. За последние три месяца Центральный банк поднимает ключевую ставку вот уже в четвертый раз. Получается действие ЦБ неэффективное? Нет, действие ЦБ как раз таки направлено на сдерживание инфляции монетарным способом. В декларации манифестации ЦБ написано, что их цель контролировать инфляцию. Соответственно, если инфляция повышается, они повышают ставку. В общем-то и все. Центральному банку пофиг, что кредитование промышленности останавливается. Потому что что такое ставка 15 процентов? Это значит до промышленности, до предприятий деньги доходят под ставку 18-20 процентов. И то не для всех. Вы знаете, какое предприятие может сдать ставку 18-20 процентов? Реально, я как предприниматель, я вам так сказал, что я никогда бы не брал кредит под 20 процентов. Это что такое надо производить под 20 годовых? Это запретительная ставка. ЦБ пофиг, он таргетирует инфляцию. Поэтому население будет получать сниженную инфляцию, экономика будет стагнировать. Набиулина, глава ЦБ уже заявила, что следующий год станет годом двухзначных ставок. То есть возврата к однозначным ставкам меньше 10 процентов не предполагается. Поэтому, друзья мои, затягивайте пояса. Времена тяжелые, сложности нарастают. Есть ходы, как справляться с этими сложностями, но для этого надо вот степ-бай-степ действовать по алгоритму. Игорь Владимирович, а как высокая ставка и рост инфляции повлияют на бизнес? А как? Да конкретно повлияют. Был достаточно длительный путь испытаний на рынке России и, в общем-то, слабых компаний не так-то много в России. Но есть еще живые мертвецы, так называемые, которые на субсидиях были, которых государство кормило какими-то анаболиками и так далее. А вот коммерческий бизнес, у которого нет папа-покровителя и так далее, кто бы там денег насыпал и так далее, ну так кто слабый умрет. В результате складывается очень интересная ситуация. Либо рождаются новые компании, причем очень сильные, которые именно вот в этих турбулентных условиях могут зарождаться и выживать. Вы знаете, компании, рожденные в сложные времена, они обладают очень такой сложенной, феноменальной структурой, способные выживать в очень агрессивных условиях. Это раз. И второе. Юркие компании из прошлого, которые поглощают банкрот. В некоторых прям отраслях сейчас повально банкротируют компании и можно выкупать за копейки, такие ослабевшие компании. И некоторые предприниматели применяют это. Например, один мой ученик, он уже выкупил десятки компаний, которые окна производили и продолжает поглощать эти компании. Андрей, привет. Кстати, те, кто хочет получить конкретные алгоритмы, как вот в этих турбулентных условиях процветать, приходите ко мне на программу Ярд с Рыбаковым. Андрей, собственно говоря, один из учеников очень талантливых, у него очень хорошо получается. Кстати, возможно, Андрей и станет твоим наставником, передаст тебе вот эту вот прям бизнес-модель и подход. Как выкупить твоих ослабевших конкурентов за ноль? Ну а те, кто не идет на Ярд с Рыбаковым, с теми, кто не прислушивается к моим советам, с теми будет что? А я сейчас расскажу, что будет. Первое, если у вас большая долговая нагрузка, раньше у вас была возможность рефинансироваться, когда ставки падали, и многие успели этим воспользоваться, молодцы, поздравляю, надеюсь, у вас флэт ставка и она не плавающая, да, и не будет пересмотрена сейчас. Ну а те, кто не успел прикредитоваться или те, у кого плавающая ставка, друзья мои, вас ждут не просто плохие времена, а ужасные времена, просто ужасные. С такой ставкой 15 процентов ЦБ, это означает рефинансирование, ну будет, сами знаете, под какие проценты и так далее. Те, кто в долговой петле, я всегда вас предупреждаю, не рой себе яму. Пункт второй, у тебя вырастет налоговая нагрузка, в стране принят рекордный бюджет, где рекордным являются военные расходы, 11 триллионов рублей, и это еще без скрытых статей. Все это за счет чего? За счет налогов, поэтому налоговая нагрузка будет расти и буквально месяц назад было первое сообщение о том, что будет введена прогрессивная ставка подоходных налогов. Потом быстро росла дезвуация этого сообщения и сказали, что нет, нет, не будет, но, ребят, именно так готовят общественное мнение. Забрасывается сообщение, потом отзывается, потом возникает общественная дискуссия, потом она затухает, ну а потом раз, инициатива. Я полагаю, что все-таки введение прогрессивной ставки подоходного налога для физических лиц будет в течение ближайших двух лет. Те, кто рассчитывает будущие поступления, закладывается, что ставка подоходного налога в 25-26 год вырастет в среднем в два, может быть, в три раза. Третье, еще один фактор ухудшения экономики, это падение спроса. Ну что происходит при 15-процентной ставке, значит потребительские кредиты 25-30 процентов, ну, знаете, снижается спрос или спрос пока будет сохраняться там, где субсидирование идет, то есть экономика переходит на такую мобилизационные рельсы, здесь мы таргетируем инфляцию за счет там ЦБ и так далее, а здесь мы выдаем льготный ипотечный кредит. Поэтому сейчас практически никто не подмечает каких-то, знаете, драматических вещей, потому что наше правительство научилось пампить деньги в экономике, понимаете, да? И это очень интересно. Я предрекаю снижение спроса, однако я не вижу снижения спроса. Есть мнение, что нынешний курс рубля не соответствует действительности, что вы об этом думаете? Я не просто с этим согласен, я утверждаю, за 1 доллар следует давать не более 33 рублей, вот и все. Знаете, это есть очень интересная штука, вот сколько стоит рубль-доллар, то есть какое у них соотношение, вот если, например, через индекс Биг Мака, оказайте, посчитать, то они тоже считают, что рубль должен стоить эквивалент где-то в районе 30 рублей, по-моему, поэтому доллар действительно мог бы стоить 33 рубля, если бы выстроили заводы, фабрики, не продавали себя задешево, в конце концов валютная проститутка, которая просит за секс в придорожном ресторане 10 долларов, могла попросить 30 долларов или 100. Почему она просит 10? Потому что она себя не ценит, и ведь тот, кто ее покупает за 10 долларов, он подтвердит ее представление, вот и все. Поэтому сколько стоит доллар? Он стоит столько, сколько люди согласились за него платить. Если мы не будем реализовывать нашу ценность, которая у нас есть, то тогда доллар будет стоить не просто 100, а 150-200, что и предполагают аналитики. То есть вот эти аналитики, знаете, что они предполагают? Что россияне, как были соглашающиеся на обесценивание, так и будут, что не будет никакой промышленности, мы так и будем, что-то там вот нефть-газ, а на это дело вот покупаем там что-то там с мира. Ребят, мы самодостаточный народ, целая цивилизация. Я эти же слова могу сказать про Индонезию, про Малайзию, про Индию. Я говорю, хватит уже жить в этом внеоколониальном представлении, что мы не можем, что нам надо вот ждать, когда кто-то там придет, какую-то там повестку принесет, а мы ее будем внимательно читать и вот соответствует целям устойчивого развития ООН. Да плюньте в жопу, какие цели устойчивого развития ООН. Одна цель процветать здесь и сейчас мой город, мой двор, мои люди, свои люди, все. Поэтому тем, кому это заходит, напишите мне в комментарии, я буду знать сколько нас. Что может дальше питать нашу инфляцию? Очень классный вопрос. Первый, дефицит рабочих рук. Уже в этом году на всех фабриках производства, где была там зарплата 35-40-50 тысяч на 20-25 и больше процентов повысили зарплату, то есть нету рабочих рук, кто-то разъехался где-то там мобилизации, где-то чего, нету людей, нету. Поэтому, друзья мои, инфляцию будет питать это, зарплаты будут расти, рост будет опережать инфляцию в два раза и больше. Естественно, люди будут получать больше денег, будет больше тратить, то есть производители и поставщики будут повышать цену, потому что спрос будет расти, а товарного предложения не будет расширяться при этом. Наконец-то случилось то, о чем вот последние пять лет я на канале вот постоянно говорю, друзья мои, предприниматели, повышайте зарплату, ну а чего теперь призывать? Теперь это происходит естественно. Второе, невозможность производить больше товаров. Чтобы произвести товары, нужны оборудование, нужно его завозить, из Европы завести либо нельзя, либо очень сложно. Новое оборудование в Китае или других странах, новые поставщики, требуется время. В общем, не просто это, то есть мы резко уперлись в потолок возможности производить новый товар. При росте потребительского спроса вынуждает поставщиков и производителей повысить цены, чтобы сбалансировать, чтобы дефицитные явления не заклёстывали, они тем самым собирают больше денег. Дальше, если они на эти деньги построят новые производства, будет расширение спроса, но построят ли, об этом разберемся чуть позже. Третье, конечно же, кратный рост издержек бизнеса. Огромное количество товаров, расходные материалы, смазки или что угодно, это все был импорт, а импорт очень часто запрещен. Параллельный импорт цена в два раза больше, потому что вот логистические перегрузки, нагрузки, где-то деньги пропадают, потому что где-то зависли, там, арестовали какой-то товар и так далее, издержки выросли в два раза и больше. Потом, кто заплатит за эти издержки? Естественно, все эти издержки идут в себестоимость товаров, вот и все. Кратный рост издержек бизнеса, себестоимость растет, цены на эти товары взлетают, дальше все, понятно, да? То есть те же товары имеем там по два раза больше цене. Сразу скажу, способ купирования этого только один, производительность труда, которой никогда некоторые предприниматели не занимались, они даже не знают, что такое выработка на одного человека. Ключевой параметр в компании Технониколь выработка на одного человека. 20 миллионов рублей, 30 миллионов рублей на одного человека выработка, при такой выработке компания может платить серьезные зарплаты, а если выработка на человека полтора миллиона рублей в компании, может он вообще, компания заплатить ему приличные деньги? Нет, вот и все. Четвертый фактор — это капитальные операции, профицит торгового баланса. Раньше Россия стерилизовала капитал на Западе, что потом привело, сами знаете, блокировки активов на Западе. Теперь Россия не стерилизует капитал, и если цены на нероносители опять вырастают, то вот этот вот навес капитала, ну, как бы, все эти деньги остаются где-то в России, и они тоже могут подстегивать и на удивление инфляции. Ну и пятый пункт — это международка. Наряду с теми конфликтами, которые вы уже знаете, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке. Если будут в него втянуты арабы, османская, значит, все эти вот истории, да, ну, знаете, мало не покажется, поэтому неопределенность растет, а когда неопределенность растет, развитие мировой экономики замедляется. Мы, как бы кто ни говорил, часть мировой экономики. Если мировая экономика замедляется, спрос на нефть, например, газ проседает, в России меньше притока там нефтедолларов и так далее. Конечно, мы связаны, поэтому это будет тоже питать инфляцию. Друзья, это специальное сообщение для тех, кто очень хотел, но не оказался среди зачисленных на магистратуру Широ МФТИ. Я открываю набор на MBA Широ МФТИ. Старт 1 февраля. Отбор уже начался. Эдмиссия — это прохождение определенной программы испытаний, поэтому вы здесь, пройдя по ссылке, можете принять участие в этом нелегком испытании. Еще раз повторю, я жду только реальных лидеров, те, у кого уже проявлен талант и тот, кто хочет теперь свой талант превратить в гений. Напомню, гений — это тот, кто попадает в цель, которую никто другой не видит, а талант — это тот, кто попадает в цель, в которую другие не могут попасть. Так вот, я делаю свое специальное приглашение именно для тех, кто уже попадает в цель, в которую другие не могут попасть и хочет научиться попадать в цель, которую другие не видят, раскрыть свой гений. MBA Широ МФТИ — это именно для будущих гений, для лидеров будущего, поэтому здесь, под этим выпуском вы найдете ссылку. Я жду вас, начинайте прохождение отборочных мероприятий, я буду сам участвовать в отборе, поэтому увидимся. Может ли в сложные времена быть оправданным ручное управление российской экономикой? В сложные времена только ручное управление работает, ибо сложные времена — это отсутствие неких закономерностей, которые статистически выявлены и являются научным способом построения некой системы реагирования. Поэтому сейчас я вижу именно ручное управление экономикой России, которое производит премьер Мишустин, введение такое быстрое валютных комиссаров, которые высаживаются на крупных экспортеров и буквально следят за графиком продажи валюты и так далее, это прекрасно. Собственно, неспособность так реагировать, так точечно, деликатно, вот в 90-е годы это все привело к дефолту 1998 года. Поэтому сейчас, видите, кое-что уже Россия умеет по администрированию страны, много чему еще придется научиться, и я не специалист в этом, но то, что я наблюдаю по сравнению с 90-ми — это не просто как небо и земля. Сейчас идет качественное ручное управление, есть готовность, есть готовность встречать вызовы из будущего. И потому что сейчас я вижу в тех странах, в тех сообществах, в тех компаниях, в бизнесах, где руководители, собственники, владельцы, управляющие, способные, смотрите, подготавливаться сейчас к вызову из будущего, вот эти команды выживут и ручное управление экономикой вот такого типа — это очень хорошее управление. А ручное управление компенсационного типа, когда мы принимаем решения давно назревшие, там, кто прав, кто виноват, и протекцию там одному делаем, а другого, значит, опускаем — это очень плохие ручные решения. Что по-вашему нужно делать, чтобы укрепить российский рубль? Российский рубль укрепляется только одним способом — сильная российская экономика и желание бизнеса, предпринимателей, деятелей со всех стран взаимодействовать с этой экономикой. Валюта сильной страны — это не сама по себе валюты, это следствие того, что страна или экономическая модель страны привлекательна для людей, для компаний, для всех стейкхолдеров. В результате возникает как следствие, как индикатор — сильная валюта. Все хотят эту валюту использовать как средство накопления. Почему? Потому что она только укрепляется. Усилить рубль вот непосредственно, как взять его, что усилить, вколоть ему, что ли, что-то там какого-то? Адреналина, что ли? Куда вколоть? Это невозможно. Рубль — это следствие. Доверие, много людей, много экономических субъектов строит коллективное такое пространство доверия. И очень много бизнеса, очень много дел совместного возникает. Это задача, которая не решается путем, например, регулирования процентной ставки или выставления каких-то протекционных мер для каких-то индустрий и так далее. Это сложенная модель комплексного взаимодействия, которая состоит и из ставки, и из субсидий, предпринимательское сообщество, движение, образование и так далее. А что нужно для роста экономики? Первое. Ну, конечно, нам нужно уверовать, что точка опоры в нас самих. То есть все, что нужно для роста российской экономики, у нас уже есть. Нам это надо просто начать использовать. Это раз. Первое и самое главное. Теперь идем дальше. Второе. Воспитание и образование. Перестройка системы образования и эту перестройку, чтобы делали предприниматели, то есть те, кто сразу непосредственно подключает юношей, девушек, юношей, к будущей проявленности в компаниях, в организациях и так далее. Нам необходимо, чтобы каждая компания крупная, тем более даже средней, может даже и мелкие, стали как компания-юниверситет. Воспитание примером. Третье. Конечно же, поддержка предпринимательского сословия и поддержка промышленности, производств и любых проявлений предпринимателей, которые делают услуги, товары и улучшают жизнь людей. Чтобы сотни отраслей, приоритетных для экономики России, получали протекционные меры и чтобы сословие предпринимательское и бизнесовское, ну, стало главным драйвером развития страны. Ведь, в принципе, все изменения, которые могут в нашей России любимой произойти только потому, что найдется некий человек, который возьмет на себя эту привилегию обязанности изменить устаревшее, убрать устаревшее и привнести актуальное. А это есть предприниматель. Что все-таки нужно делать каждому из нас сегодня? Первое. Быть профессионалом своего дела. Все-таки любители проигрывают, а дуракам все-таки не везет. Поговорка, что дуракам везет, она не подтверждается статистически. Поэтому совершенствуйтесь в своем деле. Предельное совершенство гарантирует вам процветание. Второе. Поиск лучшей позиции. Овладеть циклами. Мир циклично, все циклично, продукты цикличные и так далее. Иногда это называют быть гибким. Ну, видеть, когда цикл закончился, не надо душиться и пытаться упираться. Лучше заскочить на другой цикл. Третий пункт — сохранять достаточную подвижность, чтобы менять позицию. Этот пункт для тем, кто привык подчиняться разным институтам, слушать какие-то советы, искать гуру. Смотрите, длинный поводок — это всегда лучше, чем короткий поводок. На коротком поводке ты обездвижен, ты соответствуешь тем лекалам, которые уяснил, ты как бы ездишь по рельсам. Поэтому знать, какие есть институты, руководствоваться, ехать на плечах титанов — это выгодно. Но знай, что установить свои правила в этой неопределенности иногда это более выгодный шаг. Четвертый пункт — не останавливай колебания ума, как призывают некоторые йоги. Не уходи в себя, stay home в образовательных сообществах, в профессиональных сообществах, будь с людьми на связи, коллективная субъектность содержит ответы на все вопросы. Короче, один ты можешь утонуть в своих этих иллюзиях и в ловушках когнитивности. Вступай в их десять движения, в бизнес-сообщество Экиом, про женщин, университет детства. Информация об этом будет под этим видео. В общем, не будь один, не будь в одиночестве. Одиночество — это страх и гибель. Ну и пятое — давайте вместе размножать хорошее. Пусть плохого места просто не останется. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова